Привет, друзья! Сегодня мы вместе с вами будем готовить желе. Я, конечно, не собираюсь диктовать только рецепты, показывать только процесс его приготовления. Я собираюсь также ответить на очень распространенные вопросы. Например, можно ли кипятить желатин? Можно ли оставить желе застывать в морозилке? И вообще, что такое желе? Что такое желатин? Какая между ними разница? Не удивляйтесь, такой вопрос очень часто интересует женщин в разных соцсетях. В разных кулинарных группах, в которых я активно участвую. Смотрите, дорогие мои, это желатин. А желе уже готовый продукт, который готовится из этого желатина. Запомните и продолжим нашу беседу. Иногда, когда готовим желе и не знаем правильных пропорций, правильных соотношений воды и желатина, то есть жидкости и желатина, мы часто добавляем слишком большое количество желатина. Исходя из этой логики, лишь бы застыло. Хотя многие десерты имеют необходимую себе, необходимую такую структуру. Также важно отметить, что желатин бывает разный, имеет разную желирующую способность. Он бывает сильный, бывает слабый и так далее. Единица, которая отменяет силу желирования желатина, называется блум. Ну, это информация для того, чтобы в специализированных магазинах, кондитерских магазинах, если вас просят, на сколько блум вы хотите получить желатин, чтобы для вас это не было сюрпризом. Желе у меня сегодня будет трехцветным. Тут у меня вишневый компот, тут сироп, оставшийся от цукатов, от цукатов абрикоса. Конечно, я его разбавила водой, потому что он был очень-очень сладкий. И еще третий, который я получила, смешав два этих варианта. Вообще, желе можно готовить из очень многих продуктов. Из молочных продуктов можно его получить из обыкновенного компота, обыкновенного сока. Вы можете также получить разные цвета с помощью пищевой краски, что я вам не советую, если вы готовите для дома, для любимых. Но для праздников, когда нужно создать такое праздничное настроение, настроение – это самое то. Друзья, вы, наверное, замечали, что иногда в рецептах пишут, что желатин необходимо добавлять в воду, он должен набухнуть, после этого уже его можно растворить в горячем сиропе. Но иногда в рецептах указано, что желатин можно просто добавить в горячий сироп, и он уже готов, его можно использовать без замачивания заранее. Так в чем же разница? Разница в том, что желатин бывает разного происхождения, животного и рыбного. Так вот, желатин рыбного происхождения обязательно требует, чтобы его заранее разводили водой, он набух, после этого его уже можно использовать. Ну а желатин животного происхождения не требует ничего такого, его просто можно добавить в горячий сироп и использовать так. Ну что же делать, когда вы, так же, как и я, покупали желатин, не зная, какого он происхождения. Я, например, покупала на развес. В таком случае мы обязательно его заранее замачиваем, он набухает, после чего его добавляем уже в горячий сироп. Это мы делаем для своей страховки, для того, чтобы случайно не ошибиться. Вдруг этот желатин окажется рыбным. Как нужно замачивать желатин? Вода для замачивания желатина должна быть 5 раз больше, чем вес желатина. Если мы берем желатин, столовую ложку, то есть 15 граммов, тогда воды должно быть 75 миллилитров. И, кстати, вода должна быть очень холодной. Чем холоднее у вас будет вода, тем хорошо схватится ваш желатин и скорее он набухнет. И добавляем туда, собственно, желатин. Кстати, очень важно соблюдать правильную последовательность. Если вы вначале будете добавлять в миску желатин, после чего залейте его водой, в таком случае есть большая вероятность, что желатин просто прилипнет к дну вашей миски и его трудно потом будет размешивать с водой. Разводим, как можно хорошо перемешивая, после чего мы оставляем его в холодильнике. Я знаю, что многие оставляют желатин набухать при комнатной температуре. Это не такая уж большая ошибка, но желательно оставлять этот процесс проходить именно в холодильнике. По тому же принципу я развела 3 столовые ложки желатина по 3 разным мисочкам, которые предназначены для каждого из этих стаканчиков с сиропами. Наш желатин уже набух. Друзья, это называется желатиновая масса. Он уже готов к использованию. Сначала мы подогреваем наш сок. Когда наш компот немножко станет теплым, добавим туда наш желатин, нашу желатиновую массу, то есть набухший желатин. Друзья, есть такое распространенное заблуждение, что желатин кипятить нельзя. Так вот, желатин кипятить можно, просто в этом случае жидкость испарится, и для желатина жидкости станет мало. В итоге у нас желе получится тверже, чем мы планировали. Вот и все. Но вот эту желатиновую массу, этот набухший желатин, отдельно без сиропа, вот так, этот твердый комочек, его уже кипятить нельзя, он уже потеряет свои свойства. Но мы эту желатиновую массу не собираемся отдельно нагревать. Мы его всегда добавляем в сироп и кипятим, или растворяем уже вместе с сиропом. Этот желатиновый комочек мы нагреваем, то есть доводим до жидкого состояния, растворяем отдельно тогда, когда массу, в которую ее уже необходимо добавлять, нельзя нагревать. То есть, если мы этот комочек собираемся добавлять к сметане или к сливкам, а сметану и сливки нагревать нельзя, тогда мы просто этот комочек желатина, этот набухший желатин, отдельно растворяем на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами и добавляем уже в сметану, собственно, или в сливки. Только в этом случае, конечно, сливки и сметана должны быть не очень, не очень холодными. Они должны быть хотя бы комнатной температуры. В обратном случае у нас желатин сразу возьмется комками. Сок у нас достаточно теплый уже, добавляем туда желатинную массу, то есть набухший желатин. И быстренько перемешиваем, чтобы эта масса стала однородной, чтобы развести наш желатин в этом сиропе. Вот он полностью растворился. Желатин у нас в этом сиропе полностью разошелся. Оставляем, чтобы он дошел до комнатной температуры, после чего мы будем вливать его в форму. На этом этапе я хотела бы развить еще один миф. Считается, что желатин может застыть при комнатной температуре. Но, друзья, желатин застывает при температуре плюс 1, плюс 5. Такую температуру может нам обеспечить столько холодильник. Вот почему желатин так любит застывать именно в холодильнике. При комнатной температуре он может немножко погустеть, стать немножко гуще. Но окончательно застывает он именно в холодильнике. И есть также вопрос, можно ли ставить застывать желатин в морозилку. В морозилку его ставить можно, но ненадолго. Когда температура внутри желатина, желе, уже желе, опускается ниже нуля, у него частички воды расширяются, из-за чего желатин наш может помутнеть или потеть трещинами. Он может просто потрескаться, вот и все. Так что там держать его можно до тех пор, пока внутри у него температура не дошла до нуля. Вот и вся история. Наш сироп вместе с желатиновой массой уже почти дошел до комнатной температуры. Вливаем его в нашу форму и отправляем остывать в холодильник. Мы не будем ждать, чтобы этот слой полностью застыл. Как только немножко хватится, мы продолжим нашу работу. Сделаем второй слой. Вы бы знали, что со мной случилось. Как вы видели, я эту массу влила в нашу форму и поставила в холодильник. Но поставила я форму под неким наклоном, и он застыл так неправильно, неправильным слоем. Я как раз хотела вам рассказать, что желатин обратим. То есть, если он застыл, ну вы, скажем, хотите еще с ним поработать, вдруг он застыл и так далее, пошел комками, можно его опять разогреть, и он опять станет жидким и будет пригоден к использованию опять. Как я уже говорила, нет необходимости ждать, чтобы первый слой полностью застыл. Он немножко схватился, вот видите. И уже можем начать работу со вторым слоем. Над вторым слоем. Второй слой готовим точно так же, как готовили первый слой. Второй слой нашего желе уже достаточно хорошо застыл. Уже начинаем готовиться к третьему слою. Для того, чтобы без проблем извлечь желе из формочки, надо его вместе с формой опустить в горячую воду. И держать так на 10-20 секунд. Вот и все. Ну а теперь так, спокойно его переворачиваем. Ну а теперь начинаем его разрезать. Для того, чтобы разрезы были красивы, нам нужно окунать такой острый нож в воде, в теплой воде. Его мы до конца не сушим, оно должно быть слегка, слегка, он должен быть слегка влажным. Он должен быть слегка в воде. Он должен быть слегка в воде. Они достаточно легкие, чтобы так нежно дрожать, вот так колыхаться. И достаточно плотные, чтобы ими так жонглировать даже. Вот такое у нас желе. Кстати, это называется омбре. Когда темный цвет, так переходит в прозрачный. Вот и все, наше желе уже готово. Вот оно какое, с нежной такой дрожью, достаточно плотное и достаточно нежное одновременно. Оно очень вкусное, с незначительной кислинкой. Кстати, если хотите, можете добавить туда при нагревании, когда нагреваете сироп, можете туда добавить немножко лимонной кислоты. На щепоточку лимонной кислоты и у вас, нет, меньше щепоточки, так небольшую часть щепотки добавить лимонную кислоту. И у вас получится такая легкая и приятная кислинка, которая очень подходит этому десерту. Вот и все, что я хотела показать, рассказать. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите мне в комментариях. Я всегда с удовольствием на них отвечаю. Нам для этого желе понадобилась 1 столовая ложка, полная с горкой желатина, то есть 15 граммов желатина и 200 миллилитров жидкости. 200-250 даже можно добавить. Ну а если вы хотите желе подать в специальной посуде, в специальных формочках, то вы можете на 15 граммов желатина добавить 350-400 миллилитров воды, жидкости, то есть сиропа и так далее. И у вас получится такое нежное желе. Такое желе, конечно, необходимо есть ложкой и оно будет такой очень нежной консистенции. В общем, решайте сами. Продолжение следует...